еще раз всем доброго дня ребята значит когда-то в четырнадцатом тринадцатом году как-то я гонял голубей и проходил скажем так мимо вот этот человек значит этот у меня тогда очень были большие просмотры по поводу этого интервью я его на протяжении 5 5 лет разговаривал с ними просил чтобы он дал полное интервью потому что у меня было много комментариев по этому поводу по его короткой такой ну скажем так беседе и у меня было много вопросов к сожалению этот ролик у меня не сохранился на канале и сейчас мы нашли время выбрали время но больше он конечно я всегда рад встречам с любителями голубеводами которые знают историю которые прожили жизнь голубями и могут поделиться своим опытом своими знаниями с миллионами любителей нашего дела по всему миру дает я решил повторить ролик сережа сергей васильевич согласился на это и сейчас мы проведем беседу с ним прошу вас потом в комментариях писать если что мой возможно мы телефона ставим или как-то что-то но в общем будете писать комментариях он это тоже будет смотреть читать так что давайте послушаем почему потому что ролик был тогда интересный но сейчас уже прошло много лет я думаю что я хочу чтобы такой ролик у меня был на канале от этого голубевода он много чего знает и много чего может нам рассказать сергей слушаем вас спасибо что нашли время зашли ко мне в гости я выбрал время да и хотя это не довольно таки проблематично было все таки уважаю людей которые действительно любят голубей любят не те которым нравится а любят те которые действительно поделятся и в голубей вот последней крошкой я поделюсь и некоторой информации залубями за убиводами с людьми но изначально всем достойными порядочным уважительно по-славянски подаю руку это вот так своем монологии буду говорить приводить факты исторические никому ничего доказывать не собираюсь все доказано многими и многими столетиями умный человек всегда выслушает совет от совета отказывается как раз именно тот который советах и нуждается мне вспоминаются такие строки текут две речки сердце не милея становятся единою рекой забуду русский сразу а не имеем без украинского останусь я девочка не полных 14 лет город луганск 2014 год как сказано на все века гениально вот так надо и в отношении с голубями пропитываться до мозга костей истинный голубевод никогда в жизни не расчленит труб голубя и не будет пожирать фрагменты его трупа и сердца но не будем на грязном и низком поговорим о высоком и чистом а птица символе мира и любви существует целая обойма пород голубей наших юго-восточных высоколетных бескружных одна из этих пород так называемые торцовые считается что торцовые те которые в полете сидят на хвосте но разные породы могут сидеть на хвосте из этой же обоймы порода серпокрылые они также в полете могут сидеть на хвосте но они же не торцовые я скажу одно лишь только слово применив которых своим голубям человек поймет торцовые ли у него голуби и если у него окажутся не торцовые он все равно будет неблагодарен если он умно воспитан я скажу как наши предки изначально правильно называют эти голубей а вы запоминаете и называете только так и тогда будет ясность внимание говорю это слово дисковые дисковые диск и выводились дисковые нашими предками как символ диска солнца и содержались дисковые нашими предками еще тогда когда так называемые мировые цивилизации египет китай шумеры не находились даже в зародышном состоянии шумеры жили на территории южного вилона в пятом тысячелетии до нашей эры изначально форма силуэта в полете диск манера поведения в воздушном пространстве бескружно столбовой полет масти изначально светло-сизые сизые темно-сизые синие по рассветке сплошные сейчас от белого до черного цвета по рассветке сплошные и белохвостые размеры от среднего и более плотно крылые плотно хвосты хвост раскрывается на 180 градусов и более без просветов между перьями один говорит у меня редко хвосты но они же летят и без хвоста летят и машины ездят без крыльев без дверей без капотов но это же неправильно все должно быть так как должно быть перьевые украшения в дисковых могут быть на ногах и на тыльной стороне головы так называемый задний чуб в полете дисковые по площади опорная занимает первое место в мире в полете дисковые могут делать проворот через спину пропуская ветер итог форма силуэта в полете диск манера поведения в воздушном пространстве бескружно-столбовой полет манеры это внешняя форма поведения характерность походки жестикуляции стиль неправильно стильный от слова стил в переводе без движения а причем здесь без движения голубям умный человек всегда будет говорить манеры поговорим о бабочках сейчас я вам покажу такую вот смотрите вот сердце голуби это любить надо сердцем мы разворачиваем это сердце получается бабочка так и вот сердце разворачиваю получается также бабочка видно всем да вожу то но эта бабочка изначально стартовая простая здесь угол 80 градусов больше не бывает а это бабочка классическая совершенная здесь угол 45 градусов но это еще и сложная бабочка потому что очень длинная перья особенно выделяется вторичные маховые видно здесь но между ними еще есть 6 связующих форм силуэтом это короткокрылая длиннокрылая это ширококрылая узкокрылая это острокрылая круглокрылая могут быть смешанные формы силуэта например короткокрылая но еще и острокрылая вот их всех и зачастую сложных бабочек называют дисковые но теперь внесена ясность уже путать люди не будут диска нет все хорошо можно вам вопрос я не перейти хорошо извините извините так значит форма силуэта изначально бабочка манера поведения в воздушном пространстве порхание подражание бабочки изначально сейчас бескружно-столбовой полет масти изначально от белого до черного цвета расцветки сплошные и белохвосты размеры от среднего и более платно крылые платно хвосты хвост раскрывается также на 180 градусов и более украшение могут быть на ногах и на тыль на стороне головы так называемый задний чуб поговорим о жаворонках в наше свое время наши предки жили на разных на многих частях земли жили они и на территории Азии жили они и в Индии в Индии есть такая местность там три скалы расположены треугольником называется трикута кут по-нашему да это угол трикута треугла трикутных треугольник но это так для эрудиции и содержали предки наших голубей породы жаворона форма крыла жаворонка наконечник копья работа крыла в полете от корпуса до конца крыла мелкая волна изначально форма силуэта полете жаворонок манера поведения в воздушном пространстве изначально порхание зависанием подражание полету жаворонка они могли быть и с игрой и так далее жаворонка сейчас бескружно столовой полет масти от белого до черного цвета расцветки в основном белохвостые сплошные в основном белые размеры от среднего и более перимы значить платно крылые также платно хвост и хвост также раскрывается на 180 градусов и более как предыдущий что говорил на цвет глаз можно это самое потом я считаю на сам я в общем говорю краски там уже детали такие тоже за чубы даже люди оболванены считались не пчук то это же ну это дальше вот плотно крыло и плотно хвост и также раскрывается на 180 градусов и более без просвета между перьями перьями это просветы между перьями не должны быть просто напряжу меня время просвета просто не должно быть вот перьевые украшения в основном в жаворонков только на голове виде заднего чуба гривки косица жаворонки стали фундаментом для выведения индийской и только индийской породы эта порода называется якоби 1 изначально то есть вы итог форма силуэта в полете жаворонок манера поведения воздушном пространстве без кружно столбовой полет можно еще поговорить о крестовиках крестовая птица вас птица изумительно птица есть что сказать можно поговорить о тучевых тучерезах понятия что такое тучерез определение тучерез и все что с ними связано можно поговорить о серпокрылых наши предки никогда не называют серпокрылых крыло крылом клинок есть клинковое орудие труда есть клинковое оружие боевое наш воин вооруженный двумя серпами был неуязвим отлетали вместе с руками и мечи и сабли спаривались животы распонахивался пах если значит в нашего воина стрелял или бросали копье копье разбивалось в щепки спаривались животы лошадям перерывались горло ноги если в нашего воина стрелял лучник то запускалась такая скоростная мельница из двух серпов и такой была мотака манера передвижения что стрела разбивалась на мелкие щепки единственно где наш бых быть мог быть воин уязвим это далеко не всегда если на открытом пространстве у него стреляли много лучников это он умудрялся разбить определенное количество стрелок между всеми этими формами силуэтов есть связующие переходные формы силуэтов наша птица может быть